Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, собственно, продолжая разговор о послании к римлянам, мы обратимся сейчас к тексту первой главы, потому что помимо некоторого общего смысла и общего течения мысли очень важны и отдельные формулировки, то, как апостол Павел формулирует эти свои мысли, в какие слова он пытается их вложить. В начале первой главы, как и положено, апостол Павел обращается к христианам Рима с приветствием, и, как обычно он это делает, он обозначает самого себя, свое служение. Говорит, Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол. Почти в любом, по крайней мере, бесспорно подлинном, принадлежащем Павлу послании, мы видим подобного рода формулировки, потому что для апостола это очень важно в его отношении к себе, к своему служению, то, что он не сам себе это придумал, а он действительно призванный апостол, что Христос призвал его на это служение. И это действительно чрезвычайно важно, потому что то, что Павел думает, то, что Павел говорит, то, о чем Павел свидетельствует, это не блажь ему такая взбрела, и он вполне мог бы в каком-то смысле без этого обойтись. Это задание, которое он получил от Бога. А дальше он говорит о себе апостол, призванный, избранный к благовестию Божию. Обычно в его приветствиях на этом фраза заканчивается. В послании к римлянам апостол прямо сразу пытается сформулировать, а, собственно, в чем заключается это благовестие Божье. Что же это такое Евангелие, то, что Бог возвещает людям, в том числе через апостола Павла. И я бы сказал, что это чрезвычайно полезно для современных христиан увидеть эти формулировки, обратить внимание, что, собственно, тогда считалось содержанием нашей веры. Символов веры тогда ведь не было. Они появляются несколькими десятилетиями позже во множестве. А в те времена в основном вот так пытались сформулировать содержание веры. О чем благовестие? Павел говорит, благовестие, которое Бог прежде обещал или дал через своих пророков в святых писаниях. Таким образом, он обращает внимание читателей на то, что происшедшее во Христе и то, о чем Бог благовествует, и Павел благовествует по Божьему повелению, это исполнение замысла, замысла древнего, едва ли не изначального замысла Божьего, того, что Бог предусмотрел очень давно и о чем он возвестил через пророков. О чем же? Вот он пишет. Обетование о сыне своем, который родился от семени Давидова и открылся с сыном Божьим в силе по духу святыни. Павел свидетельствует о своей вере в Иисуса, который родился по плоти от семени Давидова и открылся с сыном Божьим по духу святыни об Иисусе Христе, Господе нашим. На самом деле, довольно трудное и противоречивое место, потому что исследователи разные, скорее всего, в зависимости от своего желания, видят здесь несколько идей за вот этими формулировками Павла. С одной стороны, есть то, что историки христианской мысли часто называют так называемой низкой христологией, представлением о том, что вот Иисус – мессия Израиля, конечно же, спаситель Израиля и, конечно же, сын Давидов по плоти. Но при этом, надо сказать, вот это представление о Христе как о мессии Израиля не очень связывается с позже возникшими представлениями о том, что Христос – сын Божий, воплотившийся спаситель мира, то, что чаще называют так называемой высокой христологией. Высокое – это представление о том, что второе лицо Троицы, сын Божий, воплотился в Иисусе для всех людей, умер за всех, стал спасителем всего мира. И весь, так сказать, израильский контекст евангельской истории высокая христология, как правило, игнорирует. Сначала невольно, а потом и вполне целенаправленно. Это два трудносовместимых направления христианской мысли. По большому счету попытки совместить их, собственно, начинают только после Холокоста. И сейчас едва ли время и место говорить об этом. Но вот в этих словах Павла ученые обычно видят скорее свидетельство документ, свидетельство низкой христологии, когда он говорит о том, что он не был сыном Божьим. Павел ведь иногда и пишет в других письмах об Иисусе. В нем обитала вся полнота божества телесно. И это вполне свидетельство высокой христологии. А здесь вот он говорит, открылся сыном Божьим по духу святыни. Но, может быть, это и предвзятый взгляд. Может быть, апостол имеет в виду, что да, он для нас в наших глазах родился, как сын Давида в поплоте. Но для нас открылся, мы узнали в нем, что он сын Божий по силе и духу святыни. Не как иначе, он всегда был сыном Божьим, возможно, имеет в виду апостол. Но мы поняли, для нас он открылся в глубине, в полноте своей богочеловеческой природы, вот в этом духе святыни. Ну, вообще говоря, конечно, личное дело каждого – выбирать из этих вариантов. Мне второе толкование ближе. Я все же полагаю, что это такая не вполне тривиальная, не вполне стандартная, но все же формулировка высокой христологии. Важно, тем не менее, что вот Павел пытается об Иисусе сказать две вещи. Одну, очень иудейскую, он родился, как сын Давидов, от семени Давидова по плоти. И таким образом является мессией Израиля. А второе, как мы бы теперь сказали с общечеловеческой точки зрения, то, что вот дух святыни, сила Божья, открыла нам во Иисусе Сына Божьего. И это не зависит от иудейского или не иудейского происхождения читателя или контекста мысли апостола. Собственно, вот соотнесение тех или иных идей и утверждений с иудео-христианским и языко-христианским контекстом одна из основных целей и задач апостола Павла в этом послании. И еще апостол говорит здесь о том, что вот это откровение Сына Божьего во Христе Иисусе совершается через Его воскресение. Продолжая свое приветствие, апостол, как обычно, говорит «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И дальше он пишет «Я всегда благодарю Бога через Иисуса Христа за всех вас». Ну, собственно, можно было бы и скользнуть взглядом, и пройти мимо этого места, но мне кажется, это важно. Апостол говорит, с одной стороны, о благодарности Богу, как о том, что определяет отношения христиан друг с другом. Благодарность Богу друг за друга, как он благодарит Бога за римских христиан или за христиан других общин. Вот это важно. Благодарит, потому что, как он будет дальше писать в этом послании, в самом конце, каждый из христиан сам стоит перед своим Богом. И друг за другом мы призваны именно обращаться к Богу с благодарностью. Ну, и, конечно, весьма важно, что он говорит о благодарении через Иисуса Христа. Никак по-другому. Для апостола Павла, как мы увидим дальше, именно в Иисусе Христе так ключевая точка, в которой все сходится. Его отношение с Богом, его отношение с людьми, его вера и его надежда. Апостол пишет дальше в средней части первой главы, что он очень хотел бы прийти в Рим, и у него не получается. В течение довольно длительного времени несколько, вероятно, попыток он предпринимал. И об одной из целей, задач такого путешествия апостол удивительным совершенно образом выражается. Я хотел бы преподать вам некое дарование духовное, некий дар, духовный подарок к утверждению вашему, «Утешится верой общей вашей и моей». Утешится с вами верой общей вашей и моей. Для него важно подчеркнуть некоторое, ну, во-первых, равенство, равенство свое и своих корреспондентов, тех, кому он пишет в Риме. И он говорит об общей вере вашей и моей. Для апостола Павла, по-видимому, источником огромной радости является то, что у разных людей, часто разными путями пришедших к Богу, вера одна, примерно одинаковая, потому что эта вера опирается на знакомство с одним и тем же Иисусом Христом. Это в Иисусе сын Давидов по плоти и сын Божий по духу святыни открывается каждому человеку. Поэтому встречи христиан друг с другом – это действительно возможность утешиться, убедиться и еще раз пережить на практике то, что именно Господь Иисус и только Он является источником веры, источником спасения для каждого человека. Ну и еще, конечно, для Павла здесь важно некоторое заявление в качестве предисловия к посланию, что он хотел бы найти и увидеть вместе с римскими христианами то, что при всех, может быть, практических различиях Павла и римских христиан вера у них общая, в сущностном они согласны. Ну, по крайней мере, апостол надеется и рассчитывает найти такое выражение веры, чтобы оно было действительно вот таким согласным между ним и римскими христианами. Насколько этому удастся, это уже другой вопрос. Теперь, продолжая разговор в этой первой главе, апостол обращает внимание читателя на то, что вот это благовествование Христова есть об Иисусе, который в своем воскресении открылся и сыном Давидовым, и сыном Божьим по духу святыни, вот это благовествование, это, собственно, и есть сила Бога ко спасению всякому верующему. Вообще говоря, несколько трудная формулировка. Собственно, он имеет в виду что? Факт того, что Иисус воскрес, и поэтому мы узнали, что он сын Божий, сын Давидов. Или апостол имеет в виду, собственно, так сказать, процесс, работу, благовествование, то, что он и другие апостолы сообщают людям, свидетельствуют людям о воскресении Крестовом. И в дальнейшем мы увидим, что Павел имеет в виду и то, и другое. И поэтому он, возможно, имеет в виду, что вот Иисус воскрес, и эта сила жизни Отца Небесного, которая в нем, в Иисусе, победила смерть, она стала спасающей силой для всех людей. И одновременно весьма возможно, что Павел имеет в виду то, что так много людей, в том числе и он, Павел, несут весть о воскресении Христа. Это в этом свидетельстве, в том, что это известие, благая весть распространяется и доходит, в конце концов, до каждого человека. Вот в этом действует сила Бога к спасению каждого человека. Повторяю, скорее всего, здесь уместны и допустимы оба, не вполне совпадающие смысла. Ну и для самого Павла еще в контексте этого послания, в том, о чем он хочет говорить, также чрезвычайно важно, что он говорит силы Божьей к спасению всякому поверившему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Одна и та же сила благой вести, одна и та же сила воскресения Христова. Это действие Бога, которое спасает как иудеев, живущих по закону и под законом, так и эллинов, то есть христиан из эллинов, конечно же, из язычников, которые не находятся под законом. Вторая часть первой главы посвящена важной для апостола мысли, которая будет все время некоторым фоном звучать на протяжении нескольких первых глав, представление о том, что люди так или иначе виноваты перед Богом. Виноваты перед Богом. Павел пытается сказать о том, что он думает о язычниках в первую очередь, о том, что это вообще такое язычество, и это важно, во-первых, потому что Павел, так сказать, апостол язычников, и потому что его, по-видимому, обвиняли в том, что он считает, что быть язычником хорошо и правильно, и лучше, чем быть иудеем, лучше, чем быть под законом, лучше, чем жить по правде закона. Поэтому, начиная свой развернутый дискурс, апостол говорит о том, как ему видятся язычники, язычество как таковое. Поэтому он говорит, вот открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей. Всякое. На самом деле он, конечно, универсалист, и он имеет в виду, что говорить дальше о том, что большой разницы между иудеями и эллиными на самом деле нету. Вот на всякое нечестие и неправду людей открывается гнев Божий. Чрезвычайно важная формулировка предлагается апостолу Павлом в 19-20 стихе. Он говорит о том, что для вообще людей, для любого человека как такового, неважно, какого он происхождения, культурного бэкграунда, из язычников он или не из язычников, или из атеистов и так далее. Вот Павел говорит, что есть некоторая общечеловеческая вещь. То, что можно знать о Боге, явно, потому что Бог явил им невидимое его. Он пытается сказать что-то такое, божественное в Боге. Он говорит, невидимое его. Ему кажется, что это не очень удачная формулировка. Он говорит, вечная сила его. Тоже может быть не очень понятно. Божество от создания мира через рассматривание творений видимого. То есть апостол начинает этот разговор с того, что на самом деле, если человек сознательно и целенаправленно не прячется от этого факта, то некоторые важные вещи о Боге, сила, божество его, невидимое, вот можно понять или хотя бы почувствовать через рассматривание творений, как Ломоносов называл природу, одной из двух книг, которые Бог дал людям о себе. Одна из них — Священное Писание, вторая — природа. Вот понимаете, апостол Павел думает о том, что невозможно оправдаться тем, что ты чего-то там не знаешь, не понимаешь. Сейчас этого меньше стало, а там где-нибудь в 90-е годы, еще даже в начале нулевых, часто очень люди говорили, ну мы ничего про Бога не знаем, про праведную жизнь или неправедную, что хорошо, что плохо, мы не знаем, нас не улучили. Павел бы на это, я думаю, отреагировал бы крайне резко. Он говорит о том, что не так важно, учили тебя или не учили. Ты посмотри вокруг, как мир устроен. Посмотри вот на всю сложность мира, его красоту, его какую-то соподчиненность на отношения человеческие, на личность, на что угодно, на самом деле. Каждый человек в центре поля зрения может иметь что-то свое. Но вот через рассматривание творений ты можешь понять нечто о Боге и его правде. Так считает апостол Павел. И для него это очень важно, потому что он говорит, таким образом язычники не могут оправдаться тем, что нас в детстве этому не учили, а вместо этого учили, как у них ночью будет помянута, историю КПСС. Понимаете? Нет. Павел говорит, если ты претендуешь быть человеком, мыслящим, обладающим разумом, душой, совестью, то, по крайней мере, какие-то фундаментальные вещи о правде Божьей тебе должны быть доступны просто через рассматривание творений. Для него очень важно это. И дальше он говорит, а почему тогда все поломалось? Почему с язычниками происходит то, что происходит? Почему рождается вот это язычство? Ну, потому что они, познав Бога, не прославили и не возблагодарили его. В этом все дело. Ты не видишь Бога, не знаешь, не хочешь его понять, не можешь, рассуждает здесь апостол Павел, не потому что тебя кто-то чего-то лишил, там, я не знаю, власти или сам Бог, или еще кто-то, а потому что ты не хочешь прославить и поблагодарить его. И от этого, говорит он, уклонение от благодарности, вот, собственно, все и ломается. Он говорит о язычниках, которые служили твари вместо Творца, заменили истину Божью ложью, не озаботились иметь Бога в разуме. Вот, таким образом, когда он говорил в начале о том, что он благодарит Бога через Иисуса Христа, для него вот это симметричные вещи. Христиане благодарят Бога друг за друга. А язычество оказывается путем греха, смерти, распада и всяческого непотребства, именно потому, что отказывается благодарить и прославлять Бога. И дальше Павел весьма подробно перечисляет всяческие разновидности непотребств, которые возникают в жизни язычников от этого. Ну, в конце концов, перечисление действительно весьма подробное, а заканчивает этот фрагмент, эту первую главу, апостол Павел мыслью о том, что на самом деле нам нетрудно догадаться о том, каков суд Божий на делающих такие дела. И вот он говорит о том, что делающие такие дела достойны смерти. Обидные слова, ужасно обидные. Как же так кажется, что это вот, наверное, несправедливые люди, людям хочется как-нибудь оспорить это утверждение Павла. А Павел говорит, что на самом деле ведь все понятно. Вот есть правда Божья, вот есть смысл жизни, который ты видишь в Боге через рассматривание творений, и либо ты его прославляешь и благодаришь, и ищешь пути к нему, или все разваливается. И делающие такие дела результатом этого пути не прославления, не благодарения Бога, все равно будет гибель, все равно будет смерть. Вот. И он говорит здесь о том, что на самом деле язычники не только это делают сами, но еще и одобряют делающих и такие дела, пытаясь, так сказать, спрятаться за коллективной ответственностью, как мы теперь иногда говорим, что ну вот там все так делают, или я как все, как будто это уменьшает степень твоей вины или неправоты. Вот апостол говорит таким образом о язычестве, что не надо пытаться организовать, так сказать, коллектив. Все побежали, и я побежал. Нет. Это иллюзия. Так думать, что это может служить каким-то оправданием. И на этом месте первая глава в каком-то смысле обрывается, а содержание того, о чем Павел говорит, оно, конечно, перетекает во вторую главу плавно, без реальной границы, которая была установлена в достаточной степени искусственно. в целом. Спасибо. Оправдание. Продолжение следует... Продолжение следует...